Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Жила мужчины пистили два года. Ну смотрите, два года это срок немаленький, условно говоря, во два года вы успели друг друга хорошо. Но самое главное, что если вы жили с человеком два года, то вероятно, вероятно, это именно что вероятно, не точно, но вероятно, что, ну, между вами здесь было что-то общего. Я хотел бы понять, что общего между вами, в принципе, есть. То есть мне вот очень, очень интересен этот момент. Потому что, на мой взгляд, по моему мнению, то, что вы описали, это все интересно, но все-таки общение между людьми изначально определается именно тем, что между ними общего. Так или иначе. И если общего между вами немного, а я вот так мог бы предположить, что общего между вами немного. Ну, в смысле, потому что, условно говоря, ссоры, да, вот. Ссоры, это, ну, не то, что, что следует о наличии. Наличие чего-то важного, скажем так. То есть, если люди ссорятся из-за пустыков, да, даже происходит, что они эмоционально, это значит, что, ну, для них, вот, причина ссоры важна. Ну, если для них это причина ссорятся из-за пустыков, то, получается, что важного, то ничего нет. То есть, получается, что вот это важно, да, а важнее, то есть, ну, если что-то более важно, что-то более ценное, понимаете? Какая штука. Вот. Поэтому тут крайне важно понять, что мы думаем общего, чтобы увидеть, в каком векторе ваши отношения, ну, развивали. Понимаете? Да? Что я имею в виду. Потому что два года — это срок большой. На самом деле, большой. Дальше. Дальше. Отношения были сложными, я уже эмоциональный. В общем, были сложные отношения. Вы очень эмоциональны. Хотите ли вы что-то со своей эмоциональностью делали? Ссоры постоянные занятия в собеседнике, разбросанные на сколько в общем замелось? Ну, выглядит так, честно говоря, что это просто повод. То есть, условно, условно, это не выглядит как, ну, настоящая причина для конфликта. Это больше выглядит именно как вот, эм, просто как повод. Повод для того, чтобы поссорить. Ссориться могут только люди, которые боятся близости. Я бы здесь вам рекомендовал бы изучить психологическую игру, которая называется «Скандал». Вот, вы можете найти эту игру в интернете. Вы можете её исследовать. Вот, она вам позволит несколько лучше понять то, о чём я говорю. Ссориться. Дальше. Значит, вот вы говорите, что, в общем, это мелочь. Вы сами понимаете, что мелочь, но повторить. В итоге мы поговорили, решили разойтись на 5, кто решил. Вот, например, исходя из, допустим, вашего сообщения в целом, мне показалось, что вы довольно пассивный человек, довольно пассивный человек и не любите принимать вращения. Так. Нам казалось, так будет лучше. Елена, ну, я надеюсь, вы отнесётесь с пониманием, если я спрошу, кому нам. Так, мы общались на месяц, потом встретились на протяжении месяца, были просто в близких отношениях. Мы общались с другими девушками. Опять же, мы здесь, то есть нет я, нет, как бы, очерчения своего собственного выбора, что вот я с ним не общалась, вот я с ним встретилась, вот я поняла, что хочу с ним быть, вот такая это цена за то, чтобы с ним быть. И вот я её принимаю, я её не принимаю, я делаю дальше выбор. То есть вот ощущение, что это ничего нет, ощущение, что вы, кто всё очень спонтанно, быстро и, вот, возможно, даже вы не совсем отдаёте себе отсчёт в том, чего ждёте от человека. Ну вот, яркий пример. Вы говорите, значит, мы находились просто в близких отношениях, он общался, а всё значит просто в близких отношениях. Вы говорите, что это свободные отношения, которые подразумевают то, что он может общаться с кем-то ещё. Хорошо, тогда почему вас возникла ссора, когда вы узнали, что он общается с другими девушками? Непонятно, причём вы этого никак не объясняете. То есть если возникла ссора, да, если вы устроили эту ссору, то у вас внутри был какой-то конфликт. Который выглядел, ну, наверное, примерно так. Он мне предложил свободные отношения, но это просто фирма, на самом деле он хочет более близких отношений. И я думал, что он об этом скажет, а он не сказал. Я увидел, что он на самом деле в свободных отношениях меня это заделал. Но почему-то всё это вы не обговорили изначально. И мне кажется, что если я прав, если я прав, и эта стратегия, она у вас действительно есть, то это может быть одной из проблем. Дальше. Значит, мы прекратили общение, свободные отношения. Вы разобрали то, что мы договорились о наших свободных отношениях и закатывали скандал. Так, а я вот тоже не понял, как вы сами-то прокомментируете то, что договорились об закатывали скандал. Дальше. Прошло 3 месяца, за это время у меня и у него были недлительные отношения. В итоге они закончились. Я написал ему по делу забрать вещи, которые я совсем забыл. Забрать раз-нибудь от других людей. Он попросил их с меня. Я приехал и вот еще больше месяцев, у кого находится в свободных отношениях. Вот смотрите. Здесь снова отсутствует момент принятия решения. И момент взятия на себя ответственности за свои действия. И этого момента просто нет. Я к нему приехал и месяц мы уже находимся в свободных отношениях. На что конкретно вы, вот лично вы не соглашались? Понимаете, понимали или понимаете ли вы на что соглашались? У меня есть такое ощущение, что вы пребываете в некоторых элисиях относительно в реальности. И вам очень больно, когда как бы вот реальность она дает о себе знать. Мне кажется она очень больно, когда это происходит и когда это происходит. Дальше. Вопрос в общем. Я никогда не напрашиваю его, не напрашиваю сама к нему. Не говорю первозречий, не звоню сама собственно. Кто свободное время проводит со мной. Ага. Так. Помогите мне пожалуйста понять, что вообще происходит. Елена, здесь вы немножко ошибаетесь, потому что мы психологи. Психологи не помогают понять третьих лиц. Мы помогаем понять человеку. То есть вам, себя. Говорить про третье лицо значит уходить в сферу гадания, предположений. Это не профессионально. Понимаете? Надо немножко другое. Что вас не устраивает то, что человек находится с вами в свободных отношениях. По факту. Не несёт никакой ответственности за них. В любой момент может из отношения выйти, если ему что-то не понравится. Да? В любой момент можете это сделать. Эмм. Но при этом вас не отпускало. И окружает вас внимание. Внимание. И поправьте меня, если я не брат. Но мне кажется. Мне так кажется, что здесь проблема именно надежды. То есть человек даёт вам надежду на то, что между вами могут быть отношения в будущем. Вот мне кажется, в чём основная проблема. И вот эта надежда, которая у вас появляется, когда человек, ну, когда мужчина ведёт себя так, как он ведёт. Вот эта надежда, она и мотивирует вас, условно говоря, пытаться его понять. Как мне кажется. Ну, я не знаю, я могу ошибаться, конечно. Вот. А поскольку эта надежда не обрадуется, потому что мужчина держит вас на расстоянии, по сути. Но, поскольку надежда не обрадуется, то вы находитесь в постоянном подвешенном состоянии, в постоянной протрации. То есть для вас, по сути, отношений свободных не существует. Для вас свободные отношения – это отложенные и серьёзные отношения. И вы отказываетесь представить, что мужчина может, ну, просто проводить своё время. И всё. Вот. К такой, к такой реальности вы же готовы, как вы думаете? Которые вы их к тому, что мужчина может просто проводить своё время и всё просто, просто не желая, там, брать какие-то обязательства для вас. Это важно. Дальше. Я считаю, что мой уход, эээ, так, что мой уход, ээ, был ошибкой, я его люблю до тех пор. Я бы хотела вернуть эти отношения. Эээ, а если человек у них некомфортный. Эээ, я, эээ, вон за мной дочеркиваю, смотрю, как он может говорить о наших отношениях, когда… Так, ага, вот так, я, наверное, так. Посмотрите, опять вы говорите про него. Эээ, по факту. Опять по факту вы говорите про него, про него. Эээ, это ваша, мне кажется, характеристика, что вместо того, чтобы говорить о себе и пытаться понять о себе, а вы говорите про другого человека. Так, мне кажется, так вам проще, может быть легче, но это не решает, эээ, не решает, эээ, проблему. Проблему, например, эээ, вашей тревожностью, ну, вашей тревожностью, например. Это не решает, эээ, проблемы с того, что вы не доверяете себе в вопросах принятия решения, ну, в вопросах какого-либо принятия решения вообще. Да, вот. И, соответственно, это, ну, как бы вот, да, это не решает, ээ, вопрос вашей неуверенности. Вот вы говорите, подскажите, пожалуйста, вот если вы накручиваете сама его чувство ко мне, а для чего бы вам это делать? Вот, допустим, не накручиваете. Для чего бы вам это делать? Зачем бы вам накручивать, эээ, всего чувства к вам? т.е. То есть, эээ, эээ… 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 Эээ, ээмм ... Ээмм. Так ли вам, Вам, Человек сам? А так ли вам важен человек именно сам, что вы накручиваете числа? Как вот вы говорите? Ну согласитесь, это немножко интересно, да? То есть, вот что? Вопрос остается с вопросом. Да, мне нужен сам человек или я хочу делать человека счастливым? Ну, например. Вот, я бы сказал, что вам надо постараться на этот вопрос ответить, потому что это, на мой взгляд, очень важный момент в жизни. То есть, не пытаться понять его, а потом, там, заменить им свои чувства. Это то, что психология называется влиянием. А именно, смотреть на себя. Почему я так реагирую? Что мной движет, да? Вот. Я эти отношения хочу вернуть. Почему? Потому что я уверен, например, в том, что человеку будет хорошо со мной в отношениях. То есть, я уверена, что могу сделать человека счастливым. Или мне хочется что-то для себя получить. Нет ничего плохого в том, что вы можете хотеть получить что-то для себя, но лучше это оценивать. И делать что-то для того, чтобы это получить. Вот. Но, условно говоря, не через другого человека. Да? Не через другого. Потому что пытается это получить через другого человека, вы становитесь зависимыми от него. И, эээ, зависимый, делает вас, ну, я бы сказал, уязвимым. Да? В зависимый, что делает вас невещеный, повышает тревожность, ээээ, мотивация леча с человеком. И, эээ, как результат, эээ, как следствие, эээ, повышается мотивация к определенному победилу. Вот. Такая вот и эээ, история. Вот. Такой момент. В этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго. Надеюсь, что, эээ, обратная связь, которую вы сформируете, эээ, послужит началом плодотворной работы над собой. Всего доброго. Удачи. 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 Удачи.